Сейчас мы покажем вам кадры любительской съемки встречи представителей Ленинского районного отделения «Боевое братство» со своими подопечными, которые проходят службу в Чеченской Республике. Встреча проходила буквально на днях, и как всегда, наших делегатов встречали тепло и с любовью. Махнем и поминальник сто грамм, махнем мир через линзу слезы, таким чистым покажется нам, как день после грозы. Вздохнем, а за окном листопах среди словно прощальная медь. Зачем самых бесстрашных ребят подать, выбрала смерть, изменить то, что было нельзя. И ушедших у себя не вернуть, мы все вышли, значит, друзья, все у нас впереди, загружается путь в бой. Чтобы стало понятнее, как прошла встреча, о поездке расскажет председатель «Боевого братства» Ленинского района Николай Орлов. Он у нас сегодня в гостях. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Какая по счету поездка? Это 39-я по счету поездка с момента подписания договора между правительством Московской области и бригадой. Это сколько лет уже ездите? 15 лет. Почему состоялась эта встреча и почему шестские отношения сейчас завязаны и продолжаются? Так как в свое время было принято решение о поддержке воинских частей, подразделений, находящихся в регионах. Но Борис Силович Громов, председатель «Боевого братства» Всероссийской организации, принял решение. И вынесли на совете и утвердили о том, что одна из бригад, которая находилась в Грозном, формировалась здесь, в Подмосковье, и называлась «Софринская». Вот оттуда пошло название. И с тех пор Московская область шествует непосредственно над этой бригадой. А наш подшипный батальон является отдельный 353-й батальон связи, который входит в состав этой бригады. Сколько вы дней там были в этот раз? Ну, в общей сложности в бригаде мы находились не так долго, поскольку дорога была достаточно длинная. И первый раз мы шли, уже ехали на машинах, а не самолетом, как правило. Ну, ничего, поездка удалась. Что вы там делали? Что увидели интересного? Для себя то, что, может быть, в прошлые разы не видели. Ну, бригада растет. Бригада развивается, инфраструктура развивается, новые детские сады, школы построены, бассейны, спортивные комплексы. Это только в бригаде. То есть, если сейчас взять на сегодняшний день, то это более 15 тысяч, это находится, ну, группировка, можно сказать, дивизия, да, включает специальное подразделение, включает отдельное подразделение, которое воедино составляет целую бригаду. Служат там наши ребята? Ну, сейчас уже служат контрактники, так как во всех войсках и вооруженных силах. И, кстати, в этом году было принято решение, и бригада на сегодняшний день вошла в состав нацгвардии, национальной гвардии. То есть, это вновь созданы подразделения, которые направлены на выполнение задач, поставленных непосредственно правительством и президентом. Николай Иванович, я думаю, вы ехали туда с подарками. Конечно. Мы традиционно туда ездим с подарками. Сейчас уже, к счастью, наверное, сказать, что не те объемы, не те габариты, а сейчас чисто действительно подарки. Раньше везли все необходимое, включая стройматериалы и включая перевязочные материалы. И спасибо всем, кто принимал участие, принимает по сей день участие в формировании и доставке данного груза. И особую благодарность, конечно, я хочу выразить главе администрации, представителям Совета депутатов, руководителям бытового городского хозяйства и многим всем другим, кто принимали участие. Ну и, конечно же, эта поездка не последняя. Ну, шесткие отношения продолжаются, да. И также мы привезли подарки и благодарственные письма и нашим ребятам, и нашим руководителям, которые принимали участие в формировании и доставке груза. С наилучшими пожеланиями от командования батальона, от бригады, от командующего Северо-Кавказским округом, который ранее был первым комбригом данной бригады. Спасибо вам большое за интересный разговор. А я напоминаю, что в студии телеканала «Видное ТВ» был председатель боевого братства Ленинского района Николай Орлов. Ленинского района Николай Орлов.